В Тосно состоялся первый этнокультурный фестиваль «Россия. Созвучие культур», который открыл губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Мероприятие, объединившее представителей более 140 национальностей, проходило под девизом «Мы разные, и в этом наше богатство. Мы вместе, и в этом наша сила». Национальные подборья представили образцы народного творчества. На двух концертных площадках выступили более 30 творческих коллективов и исполнителей, а в Доме культуры открылась выставка «Этновзгляд». В рамках рабочей поездки в Гатчину губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил Центральный научно-исследовательский институт «Прометей». Главе региона продемонстрировали новейшие разработки ученых. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил научный центр «Прометей». Это один из крупнейших материаловедческих предприятий России и единственное на северо-западе. За 75 лет работы «Прометей» зарекомендовал себя как передовой центр не только в оборонной промышленности, но и в машины, судостроении, нефтехимии, атомной энергетике. Например, производство таких подшипников скольжения здесь единственное на северо-западе. Отсюда идут прямые поставки на все электростанции Ленинградской области, Саяно-Шушинский ГЭС, а также на строительство подводного флота. Каждая технология совершенствуется, чтобы вывести российскую промышленность на новые высоты. «Я сегодня убедился, что действительно завод оснащен по последнему слову техникой. Очень интересные научные разработки, очень интересные проходят испытания. Очень много, кстати, работает молодых людей, что приятно. А самое главное, действительно, передовые технологии. Очень современные передовые технологии. Я считаю, что ГАЧИ очень повезло, что здесь есть такая промышленная площадка, благодаря которой на многих металлургических кабинетах России производят различные новые виды металла». Уникальность предприятия не только в разработке и внедрении новых технологий. Здесь создали свою научную школу и научились растить и сохранять свои кадры. Причем молодые. Каждый четвертый специалист в возрасте до 35 лет. А для воспитания следующей смены в ближайшее время здесь откроют двери и для школьников. «Договорились с ГАЧИной. Они нам дают несколько школ, где мы будем начинать читать лекции, встречаться с ребятами, приглашать их сюда, чтобы они уже понимали, кем они хотят стать». Сегодня на базе научного центра «Прометей» проходят научные семинары, лекции, работает диссертационный совет. Высокий уровень разработок подкреплен современной материальной базой. Все вкупе позволит в случае необходимости поддержать курс страны на импортозамещение. Поселок Ианино успешно работает сельхозпредприятие «Победа». Сейчас здесь полным ходом идет уборка урожая и овощей. Из Ломоносовского района наш корреспондент Алла Шутова. В сельхозпредприятии «Победа» в самом разгаре заготовка овощей. На полях комбайнами убирают свеклу, капусту, морковь и картофель. Урожай в этом году хороший и цены невысоким. С раннего утра и до позднего вечера на дорогах очередь из грузовиков. Закупщики ждут по несколько часов. Свежая продукция прямо с поля пользуется повышенным спросом. Из года в год цены впрямую зависят от урожая. В этом году год урожайный и урожай будет, наверное, выше процентов на 15-20 прошлого года. Ну и, соответственно, цена пока идет на 1 рубль ниже прошлого года. Капуста у нас сегодня стоит 6,50-7 рублей в зависимости от сорта и количества. Картофель у нас стоит от 9,5 рублей до 11 рублей. Свекла у нас стоит 7 рублей. И морковь у нас стоит 10-11 рублей. Это цены ниже прошлого года и проценты на 30 ниже 10-го года. То есть я специально в несколько лет, чтобы вы видели, что ситуация абсолютно ровная, пока и устойчивая. В хозяйстве богатый ассортимент. 28 наименований овощных культур выращены как на открытом грунте, так и в тепличных рядах. Зелень, огурцы, тыквы, репки, лук и, конечно, сахарная свекла, морковь, капуста и картофель. В удобной упаковке. От больших мешков до самых маленьких в один килограмм. Жилищно-коммунальные службы Светогорска начали плановые работы по подготовке к отопительному сезону. Что уже сделано и что предстоит, узнал Александр Митин. Согласитесь, что потому, насколько чисто на улицах данного конкретного населенного пункта, потому как благоустроены здесь дворы, мы автоматически оцениваем работу местной власти. И если с обихоженностью окружающего пространства все в порядке, то у нас не только улучшается настроение, мы не только радуемся за жителей благоустроенного города или поселка, но и становится нам приятно, что живем мы теперь в такой вот цивилизованной стране. Это к тому, насколько важна работа структур жилищно-коммунального хозяйства. Мы в показательном в плане ЖКХ о городе Светогорске центре Светогорского городского поселения на самой границе с Финляндией. Пять лет назад в результате референдума произошло объединение, и теперь в муниципальное образование Светогорское городское поселение входит сам Светогорск, поселок городского типа Лесогорский, деревня Лосева и Правдина. Это слияние муниципальных образований пошло на пользу. В частности, улучшилась ситуация со строительством и ремонтом дорог в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Конечно, это объединение произошло при мощной поддержке, при хорошей поддержке правительства Ленинградской области, при поддержке руководителя Выборгского района. В то время главой администрации был Константин Николаевич Патраев, который большую часть времени уделял и до сих пор уделяет вопросам местного самоуправления. Всем огромным коммунальным хозяйством по всем четырем населенным пунктам Светогорского городского поселения руководил Светогорское жилищно-коммунальное хозяйство. То есть эта организация оказывает полный спектр услуг по управлению и обслуживанию 97 многоквартирных домов. Обустройство дворовых территорий и строительство новых дорог здесь идут по разработанному плану, который, кстати, всегда исполняется. В прошлом году мы сделали центр, будем так говорить, Парково-Ленино. В этом году мы сделали проект, просчет и, в общем-то, организовали работы по улице Гайкава, то есть два рампа. Разные мнения у людей, но мы с ними согласовываем, то есть есть советы домов, председатели. Там деревце, допустим, кто-то посадил, может быть, там лет 20 назад, оно уже выросло, помешает сейчас парковке, стоянке. Коллегиально люди решают сносить его, не сносить, то есть все в рамках демократического общества. На очереди дворы домов микрорайона Южный не забывают, что касается насущных дорог и входящие в муниципальное образование поселения. В деревне Лосева в прошлом году была отремонтирована дорожными картами дорога по улице Новая. В поселке городского типа была отремонтирована большая часть придомовых территорий многоквартирных домов по улице Гагарина. Не исключением стал также многоквартирный дом по улице Леншассе 32. Вот так построена работа в Светогорском ЖКХ, что все и своевременно приводится в порядок. Мы при границе находимся, да, и, конечно же, на нас смотрит мир. Отсюда начинается Родина, если будем так говорить. Огромное спасибо губернатору, правительству Ленинградской области, огромное спасибо Выборгскому району, ну и вообще всем.